Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Ричарда Масленда «Как мы видим 10 основных фактов» на кнопку «Подписаться со всей силы ЖАМК», а мы начинаем. Факт номер один. Мозг, совершение компьютера. Опознавание объектов проводится путем сравнения с неким эталонным образцом, шаблоном, примером. Чтобы отличить один объект от другого, мозгу необходимо сравнивать бесчисленное множество параметров. Даже мощному компьютеру на это требуется время. Сетчатка как микропроцессор. Сенсорная система передает в мозг информацию через нейроны. Стимул воздействует на определенный участок сетчатки. Волокна зрительных нервов реагируют и сообщают мозгу конкретный вид информации о видимом мире. Центральное периферическое зрение. Организация фоторецепторов виполярных и ганглионарных клеток, составляющих основу сетчатки определяет остроту зрения. Центральное зрение очень острое, но с малым диапазоном, всего 5 градусов, это ширина ладони. Периферическое зрение фикусирует любые изменения и помогает ориентироваться в пространстве. Загадка ястребиного зрения. И у человека, и у ястреба ганглионарные клетки занимают примерно одинаковую площадь сетчатки глаза, однако у птиц из плотности их расположения выше на 60%. Пятый факт. Недооцененная роль сетчатки. Неспециалисты упускают тот факт, что центральная нервная система состоит из головного, спинного мозга и сетчатки. Эти три структуры схожи эмбриологическим происхождением и образованы из одинаковых нейронов. Шестой факт. Механизм обработки изображений. Не все ганглиолярные клетки работают одинаково, они по-разному реагируют на раздражители, фрагментируют видимую картину. Полное описание этапов обработки полученной информации ищите по ссылке с детальным обзором книги под этим видео. Сетчатка обрабатывает гораздо больше информации, чем предполагалось. В сетчатке находятся 29 типов амакриновых клеток, нейронов внутреннего слоя сетчатки. Они генерируют основной выход для ганглиолярных клеток перед отправкой зрительной информации в мозг. Благодаря этому сетчаткой обрабатывается просто тьма информации. Восьмой факт. Пластичность мозга. Мозг способен реорганизовать нейронные схемы. Поврежденные сенсорные системы перенастраиваются, чтобы предотвратить простой вычислительных мощностей. При лишении одного из чувств усиливаются остальные. Перцептивное обучение. При выполнении сенсорной задачи человек с ней справляется лучше. Сенсорную систему можно тренировать. При длительной практике нейроны сенсорной системы настраиваются на восприятие определенных стимулов. Заключительный факт. Целостное восприятие. Большинство людей считает, что сознательная сущность находится в голове, в области за глазами. Если проанализировать искусственный интеллект и адаптировать полученные выводы к мозгу человека, то сознание не существует. Оно просто состоит из комплекса поведенческих моделей. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Ричарда Масленда, как мы видим, вместе с читай быстро!